Это типичный новичок в Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Так все-таки мета или проходняк? Определись, Рокутагин. Думаю, Капитан Очевидность в ближайшем будущем определенно мета. Но вот вопрос, надолго ли? Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность, Warface. И прекрасная штурмовая винтовка QBZ. Вот тебе, так сказать, и Made in China. Оружие, которое, в общем-то, судя по всему, действительно скоро станет метой. Есть, конечно, вопросы по берете обновленной и по АК-12. Но если АК-12, я считаю, еще может быть, и то как бы спорно, то берета для большинства игроков отлетает. И, по моему мнению, ее будут использовать в основном ребятки, которые знакомы с технологиями с ультрамягким ходом. Обычному же игроку будет не очень комфортно с обновленной беретой, поэтому его выбор почти наверняка пойдет на QBZ или АК-12. Или Корд. Хорошо пошутил насчет Корда, Капитан Очевидность. Кстати, да, надо будет с ним покатать, помучиться, так сказать. В чем причина таких изменений? Ну, естественно, в новой броне Сирока, которая обещает убить СТК. Сделать ее, ну, типа, окей, так себе пушкой. Однако еще посмотрим, как оно будет на деле. Но пока что да, все выглядит именно так, что QBZ это новая мета. Тут сразу хочу заметить, что новая броня убьет не только СТК, но и QBZ в плане распила по телу. А это тоже минус. QBZ и так по этому параметру не рекордсмен, хотя пилит неплохо. После того, как ведут броню Сирока, я думаю, что она будет исключительно головошотом. А вся история Warface показывает нам, что да, штурмовик это класс, который прежде всего должен стрелять в голову. Но по-настоящему классное оружие при этом должно хорошо перейти по телу. Времена, когда штурмовик был силен, у него всегда были универсальные пушки. Например, Type 97, которая, да, прежде всего была предназначена для того, чтобы стрелять по шишечкам. Но при этом тело тоже пилило годно. С Беретто, я думаю, тоже все понятно. Кстати, она тоже ваншотила в голову. Но прежде всего, конечно же, это был тушка стрел. СТК вновь превознесла класс штурмовика на самые-самые небеса. Сделав из него того парня, от которого у всех бомбит Пукан. После введения же брони Сирока, я думаю, QBZ действительно станет метой. Сам класс штурмовик немножко подупадет в своей эффективности. Возможно, Инженер вновь станет доминировать. Я бы этого не исключал. А потом просто ведут что-то новенькое, что-то мощное. И я думаю, что эти времена на самом деле не за горами. И вот это действительно уже будет мета надолго. Поэтому QBZ классная пушка. Она очень душевная, она очень приятная. Но я думаю, что период ее доминирования, тот период, когда она будет метой, будет недолгим. Красиво поешь, но давай к делу. Какую сборочку будешь использовать? Верно, дружище. Давайте к делу. Использовать будем вот такую сборочку. Классика, киберспортивная. Очень удобная, очень нагибная. Хорошо выцеливает, спиливает головки. Отдача совершенно не будет нам мешать. И при этом у нас будет очень комфортная стрельба в прыжках. Не будем откладывать долгий ящик. Берем эту пушку в руки, отправляемся на РМ. Алмаз. И хорошенечко там понагибаем. Хороший ты ник придумал, Сурракутагин. Ой, иди в жопу. Суррен, Ракутагин. Там все четко. Инициал, точка. Ракутагин. Не надо меня тролить по этому поводу. Хедшот, бэйби, you got. Он, кстати, да. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Хедшот, дедка. Да, блин. И под ствола нет. Пацаны, пожалуйста, только не слейте. Я вас очень прошу. Ну, давайте. Красавчики, наши парни. Ты че так агрессивно играешь? Нормально играю, Кэп. Ну, хочется иногда, друзья, сами понимаете. Зашел, сука. Минус два, минус три, блин. Хедшот, дедка. Хотя бы минус один. Да, уже неплохо. Будем реалистами. Хотя... Ха-ха-ха, минус два все-таки. Я так и знал. Ага, ясно. Вот это не понял. Как ты узнал? А я понял. Габелла какая-то. Угу. Блин, пацаны, как вы так сливаетесь, сука? Вот реально, только зашли, уже слились. Фантастика какая-то. Ну, вот так, детка. Я так просто не дамся, блин. Идите сюда, гады. Вот теперь, Рокутагин, я тебя полностью узнаю. Крыса ты рисковая. Да иди в жопу, Кэп. Я в затруднении. Мне непросто. Может, хоть выйдут на меня. Пожалуйста, ребятки. Во! Давай, давай! Блин, чуть-чуть не сдюжили. Маскировка отключена. Есть такое. Есть. Хэдшот, малыш. Вот так вот маскировка работает. Ну что, друзья, помянем. Его убил дебилизм. Где-то тебя дебилизм, сука, однажды убьет. Или я тебя тапком убью за такие слова. Хэдшот, детка. Вот так. Святые помидоры. Да. Давай мозголом. Да хрена лысого, нельзя увлекаться. Хэдшот. Действуем аккуратненько. С умом. Как бы вас не запетушили. Хэп, чё, блин, за термины? Какие запетушили? Честно, игра идёт. Ничего, вытянем. Это ещё не приговор. Вот так. Дабл келл. Мультикилл. Понял? Душопый самец. Вот, вот это я понимаю, уважение пошло. Хэдшот. Дабл келл. Ты падла, блин, на. Скушай. Сочно. И прочно. Хэдшот. На, лови. Давай, братишка, респа ждёт. Да иди в задницу, Кэп. Вот что бы ты делал на моём месте? А я не на твоём месте. Я заметил. Остряк хренов. И хрен с ними сюда. А, вон ещё. Сосо Павлиашвили. Это как? Отъехал, голубчик. Вот так, минус два. Давай. Не, ну, этот медик, он сильнее как бы. Вопросов не имею. В итоге, братишка, тиммейты тебя забустили. Да, не без этого. Не буду отрицать. Тиммейты, красавчики, молодцы, нагибаторы. Ну, а тем не менее, 26 фрагов. 17 хэдшотов, где Юги от Оунд более двух к одному сыграли. Неплохо так понагибали. Кьюби Зет, вне всяких сомнений, станет новой метой. После введения брони Сирокко. Да и многие уже сейчас пересели на неё. Но вот вопрос. Что же заменит Кьюби Зет? Я думаю, что в недалёком будущем мы это узнаем. Магиб.